Вот приятно, почему я на самом деле, наверное, решил стать актёром, потому что вот тот период, когда, во-первых, тебя освобождали от школы, то есть писалась бумажка, что... Это у нас подруга нашей самодельности говорил, я тебе выпишу такую цеду, что тебя сам директор школы отпустил. Вот, вот почему мы любим эту профессию. Вот, и меня где-то на две недели, значит, выписывали из учёбы, поскольку я принимал участие в новогодних ёлках, и каждый год мы играли огромное по четыре ёлки в день. Вот, но потом были, потом минусы пошли, потому что после Нового года-то дети все отдыхали, а мы-то продолжали играть эти ёлки, поэтому я с детства вот привык, что в празднике ты работаешь, будь не отдыхаешь. Вот, но самое было классное, я помню, когда ты отыгрываешь новогоднюю ёлку, когда вот собираются прийти другие дети, вот у нас есть, грубо говоря, там перерыв какой-то, 20-полчаса между ёлками, и нам давали бутерброды с докторской колбасой, и вот за кулисами мы вот с девчонками, с мальчишками, все ели эти бутерброды, играли в бутылочку... Ой, это перебор. Вот. В общем, поэтому... Мало для счастья надо. Я потом узнал, что актерская профессия, да, это другое, там еще шире оказывается и больше, и сложнее все. Но мне казалось тогда, что... Ты мне же бутерброды в сушке. Не надо по больному. Это моё место. Вот. Да, я попробую прочесть, что вспомню. Значит, на самом деле, по себе я человек, любящий юмор, поэтому я и служу в театре комедии Николая Павловича Акимова. Но прочесть бы мне хотелось затронуть серьезную тему. Тему, которая касается каждого из нас. Это война. Поэтому я хочу прочесть отрывок из поэмы Сергея Орлова «Командир танка». Бой идет тяжелый и неравный. Немцев больше втрое. Не беда. Пусть их больше. Значит, больше славы будет нам, ты вымолвил тогда. Вот они стоят, подбитые, рядом, в пламени, как в копнах с белой ржи. И, лейтенантом, окончились снаряды. Младший им их водитель доложил. А из дыма вновь идут, качаясь, на броне чернеются кресты. Под солба рукой оттирая, что подумал, что ответил ты. За твоей спиной стоит Россия. Матери с детишками в руках. Длинные дороги верстовые, тонкие березоньки в бинтах. Алыми знаменами рябины заклинают, голос подают. Устоишь, и села Украины вновь родные песни запоют. Устоишь на Волге, и на шпрее на колени город упадет. Грозный танк по липовой аллее паренек с Арбата проведет. Год наступит ясный. Сорок пятый. Тишина обнимет города. Дайте песню, если все снаряды. Экипажу ты сказал тогда. Дайте, дайте экипажу песню, я ее в поэму позову. Это время гордое воскресни. Повторись в песне наяву. Песня начинается несмело. И в начале песни на врага самолет пылающий Костелло посылает через все века. А за ним, в гремящем Сталинграде, в закрестях свинцовой злой пурге, расстреляя в сражении все снаряды, Малоземов сел за рычаги. В миг, когда казалось, враг прорвется, на броню пошла в упор броня. Подымает парень Вологодский на дыбы машину. Как коня. Не было раздумья и вопросов. Вся страна в дыму от контратак. И с размаху Малоземов бросил сталь на сталь. Гремящий танк на танк. Пусть броня гудит и сыплет искры. Но с машиной бьется сердце Влада. Разворот и снова на фашистов. Он ведет машину, как снаряд. И тогда стихает ветер чадный. И встает победа. Но в упор враг в последний миг КВ-снарядом Поражает из засады в борт. Черный дым вздымает над мотором. Людая, нежданная беда. И тогда приходит ночь, С которой ты остался вместе навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова